Весна прошла, подснежники остались. Автовладельцы не прекращают забывать свой транспорт в городских дворах. На данный момент брошенным считается 61 автомобиль, а бесхозными признаны лишь половина. 19 уже вывезли на утилизацию, 11 отправят на свалку до конца сентября. Кто бросает своего четырехколесного друга и куда обращаться, чтобы очистить свой двор от железного хлама, расскажет Елена Степаненко. Проблема с брошенными авто, как день сурка. Каждую весну представители управления городского хозяйства призывают автовладельцев не бросать личный транспорт на произвол судьбы. Прислушиваются единицы. С начала этого года лишь 29 владельцев самостоятельно вывезли на свалку свои машины. Оставшийся автохлам, забота муниципалитета и автохозяйства. Всего 10 минут на то, чтобы закрепить, погрузить и отправить железного коня в последний путь. Специалисты говорят, уже завтра место этого отечественного авто может занять очередная брошенная машина. Доказательства в нескольких шагах. Если владельца не найдут, история с эвакуатором повторится. Есть у нас автовладельцы, которые приехали временно в город поработать, купили автомобиль, поездили, бросили его и уехали. Есть автовладельцы, которые, ну, может, по какой-то причине длительного находятся вне пределах города. Автомобиль остался без внимания, но нашлись добрые люди, которые привели его в такое состояние. Заброшенный во дворах транспорт автовладельцев, конечно, наказывают. Физлиц штрафуют на 3000 рублей. Но вывозить ставшее ненужным имущество за свой счет в разы дороже. Так что владельцу проще сделать вид, что я не я и лошадь не моя. Во дворе Нансена 100 с прошлой осени стоит вот такой зилбычок. Сейчас транспортное средство проходит процедуру признания его безхозяйным. Как только это произойдет, автомобиль утилизирует. А пока суть до дела, брошенные машины превращаются в детские аттракционы. Сообщить об опасных объектах можно в диспетчерскую управление городского хозяйства. Елена Степаненко, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Мстительный житель Норильска может отправиться за решетку на два года. 30-летний мужчина разместил на сайте знакомств интимные фотографии своей бывшей жены. В назидание злопамятным супругам скажу, что публикация подобных снимков попадает под действие части 1 ст. 137 Уголовного кодекса. Незаконное распространение сведений о частной жизни гражданина. Неприкосновенность частной жизни, личную тайну, защиту чести и доброго имени гарантирует российская конституция. Следственный комитет уже направил дело в суд. Максимальное наказание за преступление – лишение свободы сроком до двух лет. К слову, подобные случаи в мужской мести не редкость. В Красноярске местный отелло ночью кувалдой разбудил жильцов сразу нескольких многоэтажных домов. Он учинил расправу над припаркованным внедорожником, бывшей возлюбленной. Подробности этой драматичной истории в репортаже Романа Рыкова. Мужчина с кувалдой в руках набросился на Ниссан Жук в три часа ночи. Не оставил ни окон, ни целых дверей. Экзекуция проходила во дворе на улице железнодорожников. Ненависть, с которой был разбит автомобиль, была просто зашкаливающей. Дебошир не только прошелся по кузову и стеклу, но и по внутренностям салона. Например, оторвал руль и ручку переключения передач. Николай Николаевич наблюдал эту картину из соседнего дома. Как и большинство очевидцев, испугался за свой автомобиль, припаркованный под окнами. Но вмешиваться в расправу над железным конем никто не рискнул. Оказалось, что машина принадлежит местной жительнице. Красноярский отел отомстил эффектной блондинке после разрыва их отношений. И подобные случаи не редкость. Ревнивцы от бессилия сжигают машины своих возлюбленных и даже заливают бетоном. Сейчас проверку проводит полиция. За порчу чужого имущества виновнику может грозить до пяти лет тюрьмы. Роман Рыков, Дмитрий Яковлев, Вести, Красноярск. Сюжет достойной киноленты во второй части выпуска, сразу после прогноза погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 1 августа в Норильске ожидается облачность с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер северный 7-12, днем в горных районах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 градусов. Днем столбик термометра покажет 13-15 градусов. Вы смотрите Вести Норильск. Мы продолжаем. Жительница Таммаха объяснила причину своего поступка. Накануне 65-летняя норильчанка отправилась к офису своей управляющей компании, чтобы заявить о проблеме. С октября в доме на космонавтов 47 из кранов течет ржавая вода. Многочисленные обращения в различные инстанции результаты не принесли. Тогда пенсионерка решила взять краску в свои руки. Гневное послание продержалось на асфальте не больше часа. Его тут же закрасили. Но акция не осталась незамеченной. Сегодня, сообщила женщина, дело сдвинулось с мертвой точки. С самого утра сотрудники управляющей компании работают над тем, чтобы на космонавтов 47 вернулась чистая вода. В селе Анастасино в Красноярском крае массовое отравление детей. Годовалый ребенок скончался. Малышу стало плохо 25 июля. Он перестал есть. Мать решила, что у него режутся зубы. Попыталась вылечить его сама и за медпомощью не обращалась. Медики от комментариев пока воздерживаются. А следственный комитет уже начал проверку. 28 июля состояние малыша резко ухудшилось. Женщина дала ему жаропонижающее, вызвала врача, но ребенок скончался до ее прибытия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также с этой же деревни госпитализировано еще 7 детей в больнице города Красноярска со схожими симптомами, как у погибшего ребенка. Версии случившегося немного. Основная – это некачественная вода. В Анастасино нет центрального водопровода. Жители поселка вынуждены брать воду из ручья, где пьют коровы и плавают утки. 15 лет назад в поселке уже была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции, но тогда все обошлось без жертв. Роспотребнадзор взял пробы из всех источников. Исследования займут несколько дней. Профессиональная удача. Сюжет завертелся, как в хорошем фильме. Была погоня, меткий выстрел и, как полагается, хэпи-энд. Главный герой ушел непобежденным. Животный и телеоператор, участвовавший в съемке, не пострадали. Все подробности у Лилии Зайнулиной. Этого события ученые ждали больше трех лет. И на острове Шакальского наконец-то случилась удача. Медведя заприметили издали. Теперь главное – подлететь на 30 метров, попасть в него снотворным и надежно усыпить. Через несколько минут хозяин Арктики заснул. А при ближайшем рассмотрении, на радость ученым, оказалось, что это не хозяин, а хозяйка. На самцах ошейники не вешаются, потому что охват шеи самца больше, чем охват головы, поэтому ошейник сваливается через голову. Зоологи называют самку просто шикарной. Судя по всему, молодая и убитая медведица на сушу со льдов сошла недавно. Ее измерили полностью – от лап до зубов. Срезали немного шерсти, взяли кровь на анализ. Кровь – бесценный материал для проверки на гормоны, качество питания, уровень загрязненности, место питания. Некоторые параметры надо узнать в течение трех часов, пока она еще свежа. Мини-лабораторию развернули прямо на месте. Всю кровь, собранную, разделил на сыворотку и форменные элементы. Сыворотка идет на анализ гормонов, различных биохимических параметров, болезней, антигенов, различных заболеваний. Форменные элементы идут на анализ изотопов, которые нам покажут, чем зверек питался. Ученые медведицу не бросают, ждут, когда проснется, чтобы понять ее состояние. С этим все в порядке, и можно лететь дальше. Остров Вилькицкого – и вновь удача. Невероятно, но эта красавица еще толще. По пятибалльной шкале ее оценили на твердую пятерку. Скорее всего, на дрейфующем льду медведица неплохо поохотилась на тюленей. Лед от берега отошел недалеко, и возможность вернуться обратно у нее еще есть. По последним наблюдениям, все больше медведей остаются на островах. Оставаясь на островах, естественно, они не получают должного питания. Хотя находят для того, чтобы поддерживать свои энергетические запасы, яйца птиц, птенцов, травянистую растительность, морскую растительность, если ламинарию выбрасывают. И все дары моря, которые выбрасывают на берег Карское море, тушки погибших животных, рыбы. За передвижениями медведицы теперь можно будет следить целых полтора года, пока ошейник не отключится и не отпадет с нее сам. Пока об этой конкретной популяции ученым известно немногое. Экспедиция должна выяснить, как влияет климат на состояние льдов и, соответственно, миграцию медведей. Как они выживают на Ямальских островах, как себя чувствуют и чем питаются летом. Но все это еще впереди. И пока, несомненно, только одно. Эту удачу зоологи запомнят надолго. Лилия Зайнулина, Николай Нарватов, Вести, Ямал. Солнечный вернулся. И сегодня на Нансона 69 замечено скопление очень загорелых и счастливых норильчан. 80 мальчишек и девчонок вернулись из Минусинского района, где они провели 42 дня. В числе встречающих была и Вера Шелепова. Из Солнечного 2, где было действительно солнечно, в дождливый Норильск. Но такой он дом. Город за полярным кругом. За 42 дня ребята успели не только сдружиться, но и пополнить копилку ярких воспоминаний. Мне больше всего понравилось, когда мы были в Томичке и соревновались на лодках, чтобы быстрее доплыли до берега. На следующий год надеюсь попасть опять в этот лагерь. И надеюсь стать командиром отряда. А те, кто уже по возрасту не подходит, в 2019 им исполнится 18 лет, мечтают поехать в Солнечный вожатыми. Но это пока планы. Сейчас нужно приехать домой, отоспаться и рассказать родителям и друзьям о своих приключениях. Экскурсии, интерактивы, конкурсы. Каждый день что-нибудь новое. Например, шестиклассница Елизавета Фролова в свои 11 стала Мисс Солнечный 2 2018. Там было много конкурсов. На ум были, чтобы минусы, плюсы. Потом на брейк-данс были. Ну, в общем, я вырвалась. И там по этим, ну, вежливые слова, я вырвалась вперед, и меня выбрали на Мисс Лагеря. Волновалась, у меня ноги тряслись. Напоминать о блестящей победе девочке будет хоть и маленькая, но все же корона. И кто знает, может Елизавета – будущее Мисс Мира. В этом году по линии муниципалитета в выездных оздоровительных лагерях отдохнули 902 юных норильчанина. Каникулы вдали от дома считают родители детям только на пользу. Отдых обязательно нужен ребенку. Тем более с коллективом, лагерь, какие-то мероприятия – это все обязательно. Для дочери Веры Фроловой эта поездка в лагерь не первая. На вопрос, не страшно ли отпускать от себя ребенка на целых полтора месяца, женщина отвечает. Норильских детей сопровождают опытные специалисты. Появились сомнения, всегда можно позвонить. Современные технологии позволяют держать под контролем каждый шаг. Бера Шелепова, Сергей Карпов, Вести, Норильск.